Наступление весны. Традиционно сложно время для организаций, которые обеспечивают безопасность на воде. Лед под воздействием положительных температур стремительно разрушается, нахождение на нем становится смертельно опасным. Но, как показывает практика, некоторые азартные рыбаки пренебрегают очевидными правилами безопасности. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на воде сотрудники ГИМС МЧС России по Смоленской области провели спасательные учения на Десногорском водохранилище. Они начали с патрулирования территории на судне на воздушной подушке. Инспекторы проинформировали рыбаков о правилах нахождения на льду и возможной опасности при перепадах температуры. В это время квадрокоптер проводил мониторинг обстановки на водохранилище. Летательная техника позволяет оператору осматривать местность и выявлять чрезвычайные случаи. Данный беспилотный летательный аппарат по своим техническим возможностям может подниматься на высоту до 500 метров и на удаление до 8 километров. Что можно с легкостью отслеживать выход людей на лед. Согласно легенде учений, на оторвавшейся льдине были обнаружены рыбаки. Спасательная команда незамедлительно выехала на помощь. Используя штатную спасательную технику, людей погрузили на катер и доставили на сушу. На берегу пострадавшим была оказана медицинская помощь. После того, как извлекли пострадавшего из воды, его нужно срочно доставить в теплое помещение, какое там есть машина или какое-то здание, чтобы было тепло. Снять мокрую одежду, растереть сухим полотенцем, одеть сухую одежду, какая есть, дать обильное теплое питье. Также были показаны способы спасения человека из воды. Можно использовать как подручные средства, например, ветку или одежду, так и специальные штатные средства спасения, такие как спасательная доска. Что бы ни происходило, главное – не поддаваться панике. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно в весеннее время. Позаботьтесь о своей жизни, выходя на лед. Находясь на льду, необходимо помнить, что наша безопасность в наших руках. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.